Здравствуйте! Сегодня на моем канале хочу обсуждать важную тему. Бездомные животные в Италии. Сегодня мы вместе с вами съедем в приют для собак. Поговорим с директором и узнаем, как расстоят дела с бездомными животными в Тоскане. Поехали! В Тоскане практически невозможно увидеть бездомных животных, которые бегают по улицам. Но тем не менее, проблема бездомных животных существует. Просим у эксперта, что делать, если увидели собаку, гуляющую по улице. Если вы видите собаку, гуляющую по улице, ее необходимо попробовать придержать. Затем оповестить муниципальную полицию города, где была замечена собака. Полиция активирует систему отлова. У мэри каждого города есть соглашение со службами отлова. Собака будет забрана и доставлена в санитарный приют. Когда собака будет доставлена, ее проверят на наличие микрочипа. Если он есть, собака будет доставлена хозяеву. Если хозяев нет, то собака будет находиться в санитарном приюте. Минимум 14 дней. Далее собаку переносит в приют, в котором мы занимаемся поиском семьи для нее. Сейчас я вам расскажу о некоторых законах. Закон 1991 года защищает права животных. Бездомные животные отлавливаются и определяются специальной структурой. Они могут быть убиты или использованы в лабораториях для экспериментов. Животные, у которых есть микрочип, будут переданы хозяеву. Животные без микрочипа, если их не ищут хозяева, могут быть переданы в приют или частным лицам. Им будут предоставлены все условия, включая прививки и лечение в случае необходимости. Бездомных котов по закону необходимо стерилизовать и определить в кошачью группу. Пятая статья говорит о наказаниях. Существует административное наказание, штраф в размере до 10 тысяч евро за выброшенные на улицу животные, а также тем, кто использует животных для лабораторных исследований. Жестокое обращение с животными является уголовным наказуемым. Статья 544 Уголовного кодекса. Первое. Если кто-либо специально, жестоко причиняет травму животных, будет наказан тюрьмой, заключением от 3 до 18 месяцев и штрафом от 5 до 30 тысяч евро. Второе. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто дает животным наркотические либо другие запрещенные вещества, а точнее, если делают что-то, что наносит вред здоровью животным. Третье. Наказание удваивается, если в случаях первых двух пунктов наступает смерть животного. Мы приехали в приют. Заходим. На входе в приют мы встретили замечательного пёсика Фумо. Пёс из этого приюта, отданный в семью, но иногда он приходит ненавестить нас. Его зовут Фумо, Фуминино. Мы просто влюблены в него, говорит хозяйка. Мы ему устроили день рождения даже со свечкой на торте. Фумо живет у нас уже год. Мы пришли с мужем сюда как волонтеры. Так мы и познакомились с Фумо. После второй прогулки он подбегал к сетке и лаял, лаял. Так однажды его выпустили без поводка. Он сел между мной и Роберту. С тех пор мы с ним не расстаемся. Мы в него просто влюблены. Год он с нами, мы очень довольны. Ему недавно исполнилось 5 лет. Он очень хороший. Он дарит нам много любви и ласки. Мы очень счастливы. Сейчас я вам покажу, как устроен приют. У каждой собаки есть свое пространство. Как закрытое, так и на улице. Все собаки здесь стерилизованы, как и предусмотрено итальянским законом. Есть просторные защищенные места для выгулок, где собаки могут бегать без риска. Кроме того, собаки вывозятся волонтерами на прогулку за пределы приюта. Гуляют по городу, ездят в машине. В общем, делают все то, что делает собака при наличии хозяев. Это закрытое место, где собаки впервые встречаются со своими будущими хозяевами. Есть также отведенные места для дрессировки собак. Да, конечно, это очень хороший приют. Но никогда не сравнится с личным домом для животных. Задумайтесь. Не покупай животное, а возьми из приюта. В следующем видео мы поговорим с директором приюта о том, что волнует всех любителей животных. О работе приюта и о проблемах бездобных животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok